В день празднования Дня города наша съемочная группа СЛОК-ТВ встретилась с московской певицей Алиной Артс. Нашу беседу мы и представляем вашему вниманию. Ты сам решил за нас все Понять не успел меня, а может другая я Ты сам простил себя, но прощать не хотела я Уйди, ну прошу тебя В первый раз, кто сейчас скажет Что-то еще у нас осталось В сердце твоем я не откликалась Нет, я не хочу назад Все, что помнишь, забудем, не быть друзьями Нет ничего между нами Так, Алиночка, значит, давайте начнем сначала Вот я хотела бы спросить, говорят о том, что, ну как, наверное, когда спрашиваешь начинающих звезд Или уже у устоявшихся, известных Когда вы начали петь, все отвечают Ой, я еще в детском саду пела Я думала, когда вы первый раз крикнула, все поняли, что это талант Вот, то есть вопрос такой Как вы, и когда вы поняли, что вам надо на сцену? И больше никуда Вы знаете, если честно ответить на этот вопрос, наверное, я могу признаться, что в какой-то степени за меня это решение приняли родители Потому что когда ребенка уже с пяти лет отдают сначала в хореографическую школу, потом в школу искусств И когда ты вот растешь и постоянно занимаешься и театральным искусством, и в хоре поешь, и танцуешь, и занимаешься балетом, разными направлениями, разными стилями танца Такое вот общее развитие, оно, конечно, для артистки это самый крепкий и самый такой профессиональный фундамент для роста Вот, но тот момент, когда я уже поняла и приняла решение, что я должна быть артистка А артист это очень многогранный, да, вот образ, не знаю, многогранная профессия Потому что артист, он должен быть хорошим оратором, он должен быть хорошим актером Он должен уметь и прекрасно работать и на телевидении, например, и в то же время просто спеть какой-нибудь романс, например Не только там какую-нибудь коммерческую и модную музыку, да То есть я поняла, что я хочу быть артисткой, что ни в какой другой отрасли я себя не найду Вот это было вот в тот момент, когда я закончила школу Но опять же я повторно приняла это решение и поняла, что я права, что я доверяю своему сердцу И своему, если можно так сказать, таланту и зову таланта Только в тот момент, когда я попала уже к серьезным педагогам Потому что, конечно, от тех людей, которые встречаются на пути, очень многое зависит И можно попасть к человеку, который невольно вообще убьет, погубит твое какое-то желание расти А кто-то даже из тех людей, которые, может быть, не так уж в себя и верят, наоборот Вырастет действительно настоящего артиста и редкого человека От учителей очень многое зависит И вот в тот момент, когда у меня представилась возможность, причем это было совсем недавно, три года назад Позаниматься с некоторыми вокальными педагогами в Лос-Анджелесе Это чуть-чуть другая школа, которая, естественно, отличается от российской Я тогда лишний раз поняла, что, боже мой, у меня еще есть куда расти И ясно, что рост может быть бесконечен Но когда тебя ведут, и ты прям доверяешь своему учителю полностью Это настолько дорогого стоит Поэтому я благодарна судьбе, что у меня все в жизни получилось именно так Как бы с волей родителей и с такими удачными и серьезными педагогами Вот выход на большую сцену, да? Вот этот уровень, который сейчас у вас определенный Расти, конечно, есть куда, зазор хороший, да? Вот, или все-таки это какая-то вот судьбоносная такая, это случай Или это вот крепкая какая-то рука, которая вас все-таки вытащила, помогла вам подняться Я считаю, что это однозначно вот 50 на 50 Если можно так выразиться Вот ровно столько, сколько я трудилась и искала тех людей, которые могли бы мне помочь Которые могли бы меня научить, развить, дать мне какие-то возможности Открыть для меня какие-то двери Вот сколько я работала, чтобы повышать свое мастерство, свое умение И чтобы найти этих людей Ровно настолько же мне помогла удача и судьба Потому что я искала, я действительно, конечно, я стучалась во все двери Я хотела и сниматься в кино, и у меня достаточно большой опыт То есть у меня есть главные роли в некоторых сериалах, в полнометражных фильмах Даже в Яралаше у Бориса Грачевского Но, тем не менее, у меня всегда была поставлена четкая цель по поводу карьеры певицы И я понимала, что любыми путями, то есть развитием, через, может быть, разные какие-то профессии То есть я работала на телевидении И начала я, в принципе, с телеканала НТВ Это был мой первый проект В субботу в прайм-тайм на телеканале НТВ Нужно постоянно трудиться, но четко всегда помнить, чего ты хочешь, к чему ты хочешь прийти Вот, поэтому то, что сейчас я сфокусирована и сконцентрирована исключительно только на моей вокальной карьере И, наконец-то, я могу себе позволить все свое время выделять только на практику На тренировки, на хореографию, на мой вокальный рост И я знаю, что это сейчас крайне необходимо И даже я отказываюсь от каких-то предложений, например, сниматься Я просто понимаю, что нужно на чем-то четко сконцентрироваться для того, чтобы достигнуть большего успеха Но, опять же, я могу себе это позволить только потому, что мне уже помогают те люди, которых я, слава Богу, нашла То есть все-таки труд – это первое Труд дает возможность Да, это первое, и это единственное, пожалуй, то, что могу… То есть вы свой путь проходите сами, а людей ищите по этому пути, так можно сказать, да? А почему вокал? И вот почему еще вот Алина Папса? Ну, в общем, в основном-то вот, да, музыка, вокал-то вот эта Да, ее можно назвать Папсой Но если правильнее, то мой стиль называется Евродэнс То есть музыка для хорошего настроения, для каких-то праздников, исключительно позитивная, танцевальная, для ночных клубов И для того, чтобы люди, наверное, в первую очередь не сидели, да, вот на каких-то мероприятиях, где вот только на паркете стоят удобные кресла А в первую очередь танцевали, это действительно, да, такой стиль танцевальной музыки, Евродэнс Почему? Наверное, просто это исходит из души, потому что, как бы это громко не звучало, вы знаете, мне хочется дарить людям праздник Я еще не созрела выйти на сцену, какая бы она ни была почетная сцена, для того, чтобы просто исполнять романсы или, может быть, ну, какой-то более вот такой серьезный материал, да Я пока что не могу, у меня нет вот этого багажа, чтобы людям вот это вот передавать Но зато устраивать действительно танцевальное шоу и позволить себе попробовать зажечь сердца так, чтобы у людей поднялось настроение Я понимаю, что это определенная публика должна быть, да, молодежная аудитория, да, естественно, те, кто уходит там по ночам проводить время в клубы, вот, но, тем не менее, я... Хотя вы готовы, наверное, на романс, если, допустим, вас попросят или с возрастом вы, может быть, измените свой репертуар, да, возможно, такое? У меня есть несколько серьезных песен, действительно, просто это единичные песни, и из них не получится программы, например, да, как правило, же у артиста должна быть программа на 40 минут Вот у меня есть несколько композиций, и меня периодически приглашают, вот, например, телеканал «Культура» или недавно у меня было выступление на 23-й церемонии «Хрустальный труандот» Опять же, был мюзикл Чиса 4102, который шел вот перед Олимпиадой, и мое сотрудничество с эстафетой Олимпийского огня, то есть я голос эстафеты Олимпийского огня То есть вот все вот эти композиции, которые там, так или иначе, я исполняла, вот, в разных, да, они уже, конечно, отличаются от моей обычной программы, вот Ну, вот вас пригласили на это, вот, почему-то, видите, репертуар один, да, сфера, так сказать, ваших, ваших интересов не совпадала с тем, что, вот, на что вас пригласили Однако, вот, почему-то именно вас Для мюзикла меня пригласили на главную роль, и там была написана специальная композиция, которая называлась, и называется «Куда приводят мечты», и она действительно, действительно, очень романтичная, очень, такая, душевная и со смыслом То есть рассказывающая о том, что человек должен однозначно мечтать в любом возрасте и даже не иметь значения, исполнится мечта или нет Но если она зарождается в нашем сознании, это как некая рука или как крылья ангела, которые ведут по жизни для того, чтобы мы прошли определенный путь, а значит, встретили определенных людей, получили определенный опыт И вот в этот момент мы поймем, почему же нам так нужно было загадать именно эту мечту Вот я так развернута, но это все в одной песне И, ну, вот, композиция «Вечность», например, тоже То есть, ну, у меня есть действительно такие песни Вы поете в английском, да? Да, я сейчас отправляюсь в американский тур, вот, буквально с первых дней сентября, и это будет первый для меня такой опыт То есть, у меня были выступления в Соединенных Штатах Америки, но сейчас я еду на две недели в крупные города То есть, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Тиего, Сан-Франциско, Лос-Анджелес И у меня будут там большие концерты, потому что у меня закончен уже вот как раз американский, английский альбом И две композиции стоят на радиостанциях и занимают лидирующие места в хит-парадах Особенно в таких чартах, как Билборд, Диджеи, Таймс, и, наверное, это не скромно, но раз уж мы сейчас с вами Ну, рассказывайте Никто из российских артистов не добирался до таких позиций, не дают в чартах И поэтому, конечно, да, радио американское, это уже серьезная победа Ну, откуда хорошая английская, Алина? Вот кто-то как бы специально занимался, или английская школа, или это вот все-таки поездки часто и в этой атмосфере, в языковой вы? Нет, я учила английский в школе, у меня английский средний, я не могу сказать, что он вот идеальный Но на студии, вы же знаете наверняка, что артист может перепевать, да, по 20 раз одну песню до тех пор, пока не пропадет акцент Ну и плюс еще сам продюсер и вся команда, которая с нами работает, они, конечно, американцы А вы московичка, да? Нет А откуда? Где у вас? Я родилась в Санкт-Петербурге, и вся семья у нас коренные санкт-петербуржцы Родители рады вашим успехам? Вот они того хотели, чего вы сейчас делаете, или им хотелось чего-то другого? Вы знаете, сейчас они уже рады, но был период, особенно когда я закончила школу, они очень переживали о том, что мои мечты могут не исполниться И несмотря на то, что вот у меня у папы свое туристическое агентство, и в принципе он неплохо зарабатывает, и всегда мы хорошо жили, нормально жили Ну безбедно, так сказать Да, но тем не менее у моих родителей не было миллиона долларов, чтобы просто мне его дать для того, чтобы я начала снимать первый клип и записывать песни Да, и поэтому они очень переживали, что как будет складываться мой путь, и вполне возможно Просто они знали, что я единственная дочь, и что они смогли в меня вложить определенное достоинство, да, что я как бы не из той гвардии, которая пойдут абсолютно на все, дабы только осуществить свою мечту Поэтому они очень боялись, что я разочаруюсь Так, а что называется фонограмма? Вот вы часто ее используете в своей работе, или вы поете всегда вживую, это у вас такая вот установка такая в жизни, или как-то вот на ситуации Нет, на телевизионных съемках, как правило, 99% из 100 приходится петь под фонограмму на телевизионных съемках То есть в первую очередь, например, если это телевизионный эфир, как правило... Нет, это концертное выступление А, вы имеете в виду такие выступления? Ну, я не знаю, это должна быть очень редкая ситуация для того, чтобы нужно было выступать под фонограмму Мой продюсер вложил огромные деньги для того, чтобы мы купили полностью свое оборудование И, вы знаете, даже наш перелет в любой город получается гораздо дороже Потому что мой легендарный звукорежиссер Сергей Харут, он всегда везет с собой ящик, который весит 36 килограммов И у нас всегда два микрофона с собой, у нас всегда дублирующее оборудование Но самое главное, что вот тот комплект технического оборудования, который мы приобрели в Америке Не позволяет возможность расширить Он даже при... Ну, то есть нам нужны только колонки, больше вообще ничего Потому что все дефекты голоса, вот любой брак, звук прогоняется через нашу технику и совершенно по-другому воспроизводится И, естественно, я могу себе позволить петь вживую, потому что, во-первых, я могу А, во-вторых, идет еще большая поддержка, то есть и бэки То есть у нас сделано все качественно так, для того, чтобы это звучало Но сейчас я хочу сказать, что очень многие, очень многие артисты поют вживую То есть иногда артисты, у которых есть вот такая техника, например, как у меня, да Им даже проще спеть вживую, потому что звукорежиссер прямо в процессе выступления постоянно все корректирует Нежели просто поставить какую-то фонограмму, и это, естественно, будет все равно понятно То есть сколько бы мы ни пытались говорить, нет, это был живой концерт, мне кажется, что публику обмануть очень сложно Скажите, вот вы считаете себя вот лично, вы, допустим, можете себе сказать, да, я звезда, я состоялась, как звезда, ну пусть, или, может быть, звездочка еще такая Ай, конечно, нет То есть я даже не второй, да? Ну, на небосклоне добавила с вашим приколем на сцену Я не представляю, когда я смогу себе признаться в том, что вот я звезда Знаете, я настолько ненасытна Потому как вы говорите, вы востребованы, то есть вы из Америки, сюда, в сухой лог, ну как-то, да, так, интересно получается А потом опять в Америку Да, через пять дней Да, вот видите Но... Вот востребованность говорит о том, что кое о чем говорит Ну, моя ненасытность и, наверное, те цели, которые я себе поставила, они еще не достигнуты, это раз Вот, во-вторых, ну, я считаю, что масштаб успеха должен быть другой Ну, вот вы разговариваете, у вас есть, или была там, да, своя телевизионная какая-то передача, да, вы говорите со звездами Или они вот как-то на рамках с вами разговаривают, или все-таки так немножко с высока, ну, какая-то девочка тут ведущая Ну, ладно, уж ответим ей, расспрашиваем Да, у меня было несколько телевизионных проектов Ну, вот два самых интересных, это Hot Secrets с Алиной Артс и Star Secrets Очень похожий проект на Hot Secrets с Алиной Артс Это были интервью, раскрывающие секрет успеха артиста И у меня в гостях на телеканале Европа Плюс ТВ были все звезды российского шоу-бизнеса Ну, то есть, как бы, скажем, первый эшелон, да, такие вот уже действительно состоявшиеся артисты И Star Secrets это точно такой же проект, только я жила в Лос-Анджелесе, брала интервью у американских звезд У таких действительно, как Кристина Агилера, диджей Тиеста, Fatboy Slim, Marlon Rudet Ну, то есть, те, которые известны у нас в России и которые сейчас... Как-то не откликались на ваши предложения? Конечно, да, ну, это в первую очередь, естественно, телеканал Европа Плюс ТВ, потому что я в переговорах никакого участия не принимала Но серьезный телеканал и такой успешный И, безусловно, находясь... Ну, это все ваш продюсер или это просто еще какие-то помощники со стороны или это все-таки ваше окружение не добивает? Телеканал полностью занимался Вы с телеканалом кто-то работает? Ну, вот на телеканале персонал, редакция, то есть... Ну, кто-то им предложение сделал, чтобы именно вас в таком роли ведущим А, вы имеете в виду на этот проект? Да Кто-то предложили наш... Ну, это очень долгая цепочка То есть, есть на телеканале Боец, есть на такой, например, проект реалити-шоу M1 Fighter Он невероятно успешный, я не знаю, может быть, вам он не знаком, потому что это реалити-шоу Ну, вот само первое, это два слова, да По смешанным единоборствам И, то есть, там живут настоящие бойцы, которые, в общем, каждый день тренируются, показываются их реальная жизнь Они живут по определенным правилам телевизионного проекта перед камерами И мы запустили этот проект четыре года назад И я проходила огромный кастинг, то есть, я этот кастинг прошла, и я работала там буквально даже без гонорара То есть, там были какие-то смешные деньги, мне очень хотелось роста, мне очень хотелось себя попробовать И у меня еще не было никаких абсолютно требований, кроме того, кроме жажды, что я хотела большему научиться и, опять же, обрести определенные контакты, да Ну вот, и вот мы запустили первый проект, я отснялась И меня потом оставили ведущие на второй, третий, четвертый сезон И сейчас реалити-шоу, это невероятно успешный рейтинговый проект, уже он идет четыре года И благодаря именно этому реалити-шоу, меня пригласили вести вот эти проекты Star Secrets и Hot Secrets Alinares, чтобы вы знали просто, как я туда попала Ну да, связь какая Так, ну вот хочется еще спросить, вы не обременили еще с семьей, вот, или это, как вы считаете, это будет мешать карьере вашему продвижению Или просто есть друг, который, так сказать, уже вас поддерживает и вы считаете его единственным, верным другом? Так вот, немножко лично коснусь Ну так вы меня абстрактно спросили Ну семьи как бы, семьи Я не замужем Так Вот, я мечтаю иметь много-много детей Я очень хочу иметь действительно, ну, минимум два ребенка Да, я интуитивно чувствую, что я могла бы быть хорошей мамой И мне кажется, девушка, которая уже столько лет в шоу-бизнесе может совмещать разные проекты и жить в таком ритме жизни, да, что задуматься о том, что я не смогла бы совместить все это еще с ребенком Я не хочу в это верить, я уверена, что Что все получится Конечно, ну, может быть, какой-то период беременности, может быть, нужно нажать на паузу, да Но, тем не менее, есть ради чего Вот, поэтому я, в общем, честнее, наверное, признаться, что я жду, когда, не знаю, что-то свыше случится Чтобы я поняла, что вот сейчас пришел тот момент, когда нужно все оставить на какое-то время и сфокусироваться только на семье Ну, это придет, конечно, это как-то само приходит А вот друг-то есть, да, вот это продюсер ваш или это вот какой-то человек, который близкий к вам, вот именно с вами делает вот это вот вашу творческую карьеру Нет, вы имеете в виду, ну, вот у меня есть продюсер Вы спрашиваете про... Я спрашиваю про близкого друга, который вот помогает вам делать карьеру, шагать рука в руку Нет, ну, как муж, вы имеете в виду? Нет, мой продюсер у нас нет Нет, мой продюсер, конечно, он очень серьезный человек И я счастлива, что нас ничего не связывает, кроме как работа Потому что, мне кажется, что если еще есть какие-то личные отношения, то какие-то моменты гораздо тяжелее, да, переносить Все равно я публичный человек, а тут, когда это действительно партнерские отношения и он верит в меня, в первую очередь, как в личность и во вторую, как в бизнес-проект, который тоже ему должен приносить деньги Потому что все мое развитие, это его деньги Ну да Вот, они мои Да, что касается личной жизни, для меня это, конечно, совершенно другая тема, я ее стараюсь не смешивать Но, тем не менее, когда на моем пути появится тот король, который... Когда свыше будет сказано, это он Да, то я быстро приму все решения А это я Так, ну вот вы начинали карьеру своих журналов, да, с каких-то Вот это вы не считаете, что это вот какие-то ошибки молодости, или это надо было этот путь пройти, чтобы куда-то подвинуться и кем-то стать Или все-таки вы не хотите об этом говорить, это тема, которая для вас закрыта сегодня А что значит журнал? Ну вы снимались, да, в каких-то журналах раньше? Ну это уже был тот момент, когда я уже пела Да, когда пели А вы про какие журналы не говорите? Про разные журналы И вы у меня все что угодно можете прямо спрашивать Да, ну вот я прямо спрашиваю, что вы снимались, и там была, может быть, я не знаю, там, в обнаженном виде, там, я не знаю Может быть, эта девушка делает мыши для карьеры, я допускаю такое, да, это бывает, это надо, мне надо двигаться, я готова сняться Так, как мне скажет тот, кто со мной работает Вот, и это тоже своего рода, может быть, кто-то заметит, может быть, это тоже ступенька вверх Просто я понимаю, что такое глянцевый журнал Я прекрасно понимаю, какой у них рейтинг И потом, ну вот, эротика, она же всегда существовала У меня не было ни одной эротической фотосессии такой, чтобы она действительно не попадала вот в рамки и правила, которые можно было бы назвать эротическим искусством, а не какой-то, не знаю, порнографией или чем-то Да, все равно лишь Да, потому что вот эта вот грань, она крайне важна Для меня она была всегда принципиальна, все фотографии, которые печатали в журналах, будь то плейбой, на котором у меня вышла обложка, или Максим Все фотографии я отбирала сама, и у нас прекрасные отношения со всеми редакциями, то есть мы не шли навстречу То есть ничего не позволительного? Не было напечатано ни одной фотографии, которая была не согласована со мной, и то есть это очень-очень приятно А у вас мораль и нравственность все-таки вот существуют Безусловно, но я никогда не сяду перед камерой с раздвинутыми ногами, я извиняюсь за подробности Вот, и... Ну, так воспитанно получается Естественно, я понимаю, что такое красиво, но как скульпторы в Древнем Риме всегда же создавали какие-то скульптуры и красивые тела божественно красивых женщин И почему в... Да, они камерой на них смотрят и любовь Да, верно А здесь всего лишь на фотографии Но, тем не менее, когда-нибудь я буду бабушкой, которой будет 78 лет Ну, если вы скажете, бабушка, это ты? Нет, я напечатаю или, может быть, даже попрошу каких-нибудь художников нарисовать эти картины, потому что они действительно не отдают нисколько развратам Они не пропитаны никакой порнографией Это правда красиво, я в это верю Мне нравилось сниматься с теми фотографами, которые участвовали и создавали вот эти фотографии Вот, и каждый раз, когда, например, мне предлагают как-то еще, например, принять участие в каких-то эротических фотосессиях Будь то реклама, например, нижнего белья, просто бюстгальтеры или какие-то купальники Я очень редко, когда соглашаюсь, уточнее, не согласилась еще ни разу, потому что я прекрасно понимаю, что то, что было, это настолько достойно и красиво, что я должна держать планку И ни к чему это делать постоянно Мне хотелось это попробовать, да, вот это прошло, прошел какой-то период, естественно, он мне принес внимание, я не стану это отрицать Естественно, мужчины больше узнали, да, что за девушка Алина Артс И, может быть, кто-то из них не знал до этого моих песен и вообще не интересовался моим творчеством Но, тем не менее, через эти фотосессии Из-за красоты фигур к песням Бизнес, да, и развитие очень непредсказуемо, поэтому, ну, если уж совсем не скромно, вы знаете, пока тело молодое, упругое и красивое, даже без фотошопа Ну, пускай им полюбуется ему Так, а скажи, пожалуйста Если это не нарушает каких-то правил Ну, да, это мы уже говорили, что все равно где-то грань существует, не где-то, она существует бесспорно, да, ее переходить, это, значит, вот эта тонкая грань, конечно Переходить, значит, вот как-то себя немножечко, да, это... Да, это то, что потом уже назад не вернешь и никак время не перемотаешь Ну, вот ваша фамилия, это все-таки псевдоним? Нет, это семейная фамилия, вся, я еще ни разу не выходила замуж, и... Ну, это какая-то, как невысшая, наверное, это что-то прибалтическое, или... Нет, это австрийская фамилия Ну, да, что она немецкая Да, ну, то есть в Германии вообще нашу фамилию переводят, как доктор И как ни странно, знаете, у меня бабушка в Санкт-Петербурге главврач У мамы медицинское образование, и мама, она дизайнер, она создает все мои костюмы Я вот на моих... Врач еще и дизайнер, такие разнопланные Да, она работала какое-то время, естественно, она всю жизнь и шила, и постоянно... Я была у нее самая разнаряженная девочка, потому что она все создавала своими руками И вязала крючком и спицами, и просто шила, но, тем не менее, работала врачом Я считаю, что мне передался хороший вкус Мне очень нравится создавать, но сейчас все костюмы, в которых я выхожу на сцену Вот на моих шоу, на моих концертах, они все созданы моей мамой Их уже около пятнадцати Вот у меня дома есть большая костюмерная Каждый костюм создается около двух месяцев Ну, вот эксклюзивно, каждый камень, бисер, все, что вот... Ну, ты, наверное, мама не одна работала, я там только ее предложила, ее мысли, ее проект Нет, она одна вообще Одна, поэтому на одно платье уходит от месяца до двух То есть она сейчас не работает? Да Ну, она не написана, она просто не работает Ну, по крайней мере, возможность есть Когда она создает мне вот что-то, ну, во-первых, все эти костюмы уникальны Ну, вместе вы проекты вот этих костюмов, то есть вместе вы мыслите Я рассказываю только... Замысл, от кого идет Или вы рассказываете, что хотелось бы, оно домысливое или как? Да, оно домысливое, то есть я ей говорю только о цветовой палитре И о том, в чем неудобно будет двигаться И для какого нового материала нужен этот костюм Что вот это должно быть что-то быть черное, золотым Или белое с черным, там вот такое шахматка, или как зебра Вот, или там последняя платья, в общем, серебряная И вот даже сегодня я выйду на сцену в новом платье В вашем городе у меня будет премьера нового костюма Оно такое, мне кажется, что оно будет достаточно необычное То есть мама и дизайнер, и модельер, и партнер Но она занимается только мной, я не буду скрывать У нас были предложения от некоторых артистов Она в туру с вами тоже ездит, нет? Бывает такое? Да, очень редко То есть она не в туру ездит, она ездит на какие-то концерты, да Но просто она получала предложения от других артистов Чтобы тоже ей что-то создали Потому что стилисты сразу же как бы заметили И стали ей предлагать, что давай сделаем что-нибудь уникальное И вот эта вот артистка, вот эта певица хочет тоже, чтобы вы сделали платье И она объясняет постоянно, что ей настолько это тяжело Два месяца работать своими руками Так как у нее нет никакого предприятия и коллектива, да, на который с ней работают Что нужно для нее каждое платье это вложение души, энергетики и веры Ее просто не хватит на второе, да? Если она так работает, как вы говорите Ну что, Алиночка, в общем, я, наверное, все спросила, что хотела Остается только пожелать вам удачи Все-таки я сделала вывод из всего сказанного Что на самом деле я еще раз утвердилась в мысли, что всему начало и всему винить это труд Труд души, да? Труд мысли, труд тела, в конце концов То есть это тоже пластика, это движение, как вы говорите, с хриографией начинали там и там и там То есть это вот великое дело, да? Это двигатель всего И свой путь вы проходите Абсолютно верно, но если еще достовернее Еще достовернее корректировать, вы знаете Самое главное, это верить своей душе И ни в коем случае не обманывать себя Вот верить своей душе Потому что... Слышать себя, да? Слушать, что ли, как-то так Да, потому что то, что вам говорит душа и сердце И вот туда, куда вас тянет Там, где вам в профессии, я имею в виду, где вам невероятно интересно Как правило, все вот эти вот мечты, я считаю, они обречены на успех То есть пробивайтесь Потому что если ты работаешь так, что у тебя уже нет сил, а тебе все равно это доставляет удовольствие Вот это приносит и богатство, и удовлетворение И ни в коем случае, конечно, нельзя бояться Но вот у меня была проблема только с одним Я думала, что у меня моментально все получится Просто моментально Я приехала из Санкт-Петербурга в Москву Быстро сразу Я знала, что Алина Арц, это самая талантливая девушка Я... у меня бесконечная энергия Я коммуникабельная Я готова работать 24 часа в сутки Я красивая Я здоровая А значит, у меня все получится И ничего не получалось Около двух лет Потому что не было того багажа, который должен быть накоплен Потому что образование, которое тебе дает даже театральная академия Да, и все вот это образование, которое я получила, пока училась в школе То есть с ранних лет Этого недостаточно А вот когда ты начинаешь работать бесплатно на разных проектах В массовке То есть внедряешься там, где можно и нельзя Куда можно и не можно Знаете, как обтачивание бриллианта Это очень долго Прежде чем он получит хоть какую-то огранку Чтобы на него действительно посмотрели И уже прежде чем бриллиант попадет в руки настоящего Какого-то уникального ювелира Конечно, нужно силой мысли столько пахать Дыши глубже Смотри в меня Дыши глубже Открой глаза Дыши глубже Дыши глубже Дыши глубже Дыши глубже Дыши глубже Субтитры создавал DimaTorzok Согрет он счастьем, ла-ла-ла, никогда Нам мечтать не поздно, если любовь тебе Знаешь, что все возможно